МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухареева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Чрезвычайным ситуациям готовы. Сотрудники МЧС ко дню гражданской обороны устроили настоящий праздник детям и познавательную экскурсию. Горский стиль с нотками современности. В Махачкале прошел модный показ лимитированной коллекции женской одежды. Лучшие из 12 команд. Женская сборная ДГПУ завоевала золотые медали на чемпионате России по регби на снегу в Казани. Начнем выпуск с печальной статистики. Шесть человек погибли и 41 пострадал за неделю на дорогах Дагестана. С 26 февраля по 3 марта на территории республики зарегистрировано 26 ДТП, сообщает госавтоинспекция региона. Так, накануне произошло крупное ДТП на автомобильной дороге Астрахань-Махачкала. Водитель Ниссан Альмеров выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ХВЛ. В результате один человек погиб и пять получили травмы. Еще одна печальная новость. Не стало ветераном Великой Отечественной войны Виктора Хрисанова. Он ушел из жизни на 101-м году жизни. Хирсанов родился 1 мая 1923 года в городе Билео в Тульской области. Сразу после окончания школы он ушел на фронт. Участвовал в Сталинградской битве. После войны служил в различных регионах СССР. В 1964 году был прикомандирован в Буйнакскую военную часть из Забайкария. Спустя несколько лет служба в Дагестане получила звание полковника. Потом ушел в отставку и переехал в Махачкалу. Дагестан в числе самых безработных регионов страны. К такому выводу пришли исследователи РИА Новости. Согласно их данным, Дагестан и Чечня замыкают тройку рекордсменов по количеству нетрудоустроенных в регионе. Абсолютным лидером стала Ингушетия. Там находятся без работы более четверти населения – 27%. Издание опиралось на данные с ноября по декабрь 2023 года. Исследование помогло выяснить, что на сотню вакансий в Дагестане приходится более 12 тысяч безработных. Одной из причин такой печальной статистики эксперты называют «теневую экономику». В Дагестане дан старт Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству. Она будет проходить до 31 марта. Участие в соревнованиях примут ученики с 1 по 9 классы. В интеллектуальных состязаниях школьники научатся ставить цели и достигать их, правильно реагировать на действия мошенников. Увлекательные задания разработаны на основе приближенных к реальной жизни ситуаций. Ребятам также предстоит построить город и развить бизнес с экологичным производством. Научиться отличать акции от облигаций. Узнать, как грамотно выбрать вклад и возместить непредвиденные убытки. По сути, сегодня финансовая грамотность становится такой же дисциплиной, как и математика, как русский язык, как литература, такой же необходимой и востребованной дисциплиной. Это такая возможность попробовать себя, попробовать оценить свои знания, насколько вы там готовы, насколько вы сейчас понимаете, вот тот предмет, по которому будет идти Олимпиада. Это, собственно говоря, и подготовка вас или оценка вас, как вот уже сейчас грамотных, рачительных пользователей денег, того, как вы готовы стать условно инвестором, предпринимателем. В прошлом году участие в Олимпиаде приняли более 40 тысяч участников из Дагестана. В зависимости от количества набранных баллов, школьники получат диплом, грамоту и сертификат. Отметим, что наша республика в списке 18 регионов страны, где старт соревнованиям дали очно. Настоящий праздник организовали сотрудники МЧС России для детей в честь Всемирного дня гражданской обороны. Была проведена познавательная и увлекательная экскурсия. Мальчикам и девочкам продемонстрировали пожарную технику и спасательное оборудование, которое используется во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, юным гостям дали возможность примерить защитные костюмы, средства защиты органов дыхания и головные уборы. Затем учащиеся понаблюдали за процессом работы оперативных дежурных и диспетчеров системы 112. В рамках мероприятия наградили и победителей конкурса «Звезда спасения», который популяризирует деятельность спасателей и пожарных. Горский стиль с нотками современности. В Махачкаре прошел модный показ лимитированной коллекции женской одежды бренда IPK. Дагестанский кутюрье, личность которого остается тайной для широкой публики, представил на суд зрителя 70 ярких нарядов. Увидела их и моя коллега Сырья Магомедова. Ей слово. Известной кавказской традицией, воплощенной в танцы, открывается модный показ лимитированной коллекции женской одежды бренда IPK. Горянка останавливает вражду двух мужчин, бросив на пол свой изумрудный платок. Бой прекращается и на смену ему приходит дефиле, которое зрители ждали с нетерпением и даже волнением. Горский стиль с нотками современности, отголоски прошлого в настоящем, именно так характеризует свою новую коллекцию дизайнер, личность которого тайна для широкой публики. Платья, блузы, юбки, брюки, пиджаки и широкие накидки – все это выполнено из струящихся тканей разных цветов. Каждый образ гармонично дополняют хиджаб и этнические изделия. Гости высоко оценили наряды и работу модельера, да и в целом организацию мероприятия. Я общался еще до мероприятия за несколько дней с организаторами и понимал, что они готовят нечто особенное для всех, кто придет. Вот все, что было закрытое, красивое, вот с элементами дагестанского, вот этого всего вкусного, это все смотрелось шикарно. Я для себя выбрала несколько нарядов, которые, я надеюсь, узнают нашего модельера, да, я хочу взять это обязательно для себя. Вот, у меня уже появились какие-то идеи, как это можно красиво преподать, в общем, мне очень понравилось. Мне нравится, что на самом деле дагестанские дизайнеры из года в год становятся все более свободнее, все более, скажем, креативнее в нарядах. И мне нравится, что все-таки дагестанские дизайнеры пытаются сохранить какие-то элементы дагестанской национальной одежды в современных нарядах. В данное время тенденция дагестанской именно культуры, она как никогда актуальна и приятно, что есть такие люди, которые сейчас нашу культуру, наши традиции отображают в стиле одежды. Это удобно, красиво, и я думаю, все эти зрители оценили, и эти овации, которые здесь были, не оставили никого равнодушными. Изюминкой модного показа стали сами модели, которые украшали образы своей натуральной красотой. Такова была задумка дизайнера, показать публике, что сейчас в тренде естественность. 36 девушек продемонстрировали 70 нарядов. Национальные и современные, повседневные, вечерние и деловые. Было представлено и 7 мужских костюмов. Это своего рода задел на будущее. Бренд IPK расширит производство и будет выпускать также одежду для представителей сильного пола. Как видите, на мне костюм одной из народностей Дагестана. Это гумовский национальный костюм. Я очень волновался, так как это был первый показ. Но вроде бы прошел все хорошо. Дизайнер был очень понимающий. Она с нами советовалась, какие нам образы подобрать. Учитывала наши желания в цветах. У меня были очень красивые наряды. Как вы можете заметить, первый наряд у меня тоже был. Такой насыщенный бирюзовый. Мне наряды очень понравились. К слову, проведение этого мероприятия доверили Бюро организационных модельных показов «Даймонд Лук». И это не случайно, ведь у компании есть хороший опыт работы в этом направлении. Не только в Дагестане, но и за его пределами. Я рад, что мне посчастливилось организовать весь этот показ. Какая бы усталость ни была, все, когда уже проходит, мы уже понимаем, что все прошло на высшем уровне. В следующем месяце «Даймонд Лук» проведет показ женской одежды в Москве и представит столичные публики наших модельеров. Организаторы уверены, что дагестанские дизайнеры готовы заявить о себе на всю страну. Салия Магомедова, Шамиль Хириас Сулаев, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Почти 10 тысяч человек объединил маджилист богословов Дагестана, который состоялся в минувшие выходные в столице республики. Муфти региона, мэр города, имамы, богословы и доктора исламских наук затронули актуальные вопросы. Кульминацией мероприятия стала жеребьевка пяти путевок на малый хадж Умра. Подробнее в сюжете Хамзанур Магомедова. Чтение Корана, мавлиды и, конечно же, выступление учёных богословов. Просветительское мероприятие такого масштаба впервые прошло в Махачкалинской мечети имени Али-Хаджи Акушинского. Такие дни можно назвать праздничными днями, когда мусульмане разных районов, разных наций, разных слоёв общества, когда все встречаются, объединяются в таком барракатном маджлисе. Такие барракатные маджлисы служат вот этому объединению, барракату. В них бывает особая милость Аллаха. К нему стягиваются, к таким маджлисам, ангелы. И те маджлисы, естественно, где есть ангелы, для людей тоже большой барракат. На маджлис съехались имамы и учёные с разных районов республики. Главным гостем стал муфти Дагестана шейх Ахмад Афандия. На мероприятии говорили о духовных болезнях подрастающего поколения, в том числе наркомании, участившихся в убийствах и суицидах. У детей бывает возраст, когда ответ родителя самый авторитетный для ребёнка. Эту вещь из виду упускают большая часть родителей. Не упускайте это. Когда именно ваш ответ самый авторитетный и нужный для ребёнка. И вы каждый раз, когда ваш ребёнок к вам подходит, задавайтесь вопросом. Быть может, этот вопрос вашего ребёнка станет решающим его судьбу. Какие бы важные у вас дела ни были, мы советуем отложить на второй план. Дайте ответ ребёнку. Не игнорьте ребёнка. Как обычно принято у некоторых родителей, иди, игра не мешает. Или же устал с работы, своими делами займись, потом отвечу. Не делайте это. Это очень большая ошибка. И важный момент, когда вы не отвечаете вашему ребёнку, этот ребёнок ответ ищет уже в других местах, и он может оказаться самым безжалостным врагом, который посягает, покушается и следит за судьбой вашего ребёнка и уничтожит его. Мэр Махачкел также постил мероприятие. Он сообщил о проводимой работе по благоустройству города и выразил благодарность Муфтиату за огромный вклад в оздоровление общества. Сегодня, на самом деле, то, что делается Муфтиятом, лично Муфтием Ахмад Афанди, вам большое спасибо. Ещё раз, что вы делаете то, вот до меня, которое было в выступлении, доклад обращения воспитательного характера, эти такие речи, такие наставления нам очень нужны сегодня. Мы видим, как сегодня ведёт себя молодёжь, чтобы этот молодёжь как бы усмирить, чтобы они ввели себя богобоязненно и праведно, чтобы эти люди были законопослушными, в рамках закона осуществляли свою деятельность, жизнь проводили и в городе, и дома, в быту, везде. Это большая работа, которая делается. Ещё раз хочу поблагодарить. Город нуждается в таких наставлениях. Выступление Муфтия Дагестана было завершающим. Шейх призвал благодарить Аллаха за те блага, которыми он нас одаривает. В первую очередь, за возможность проводить подобные мероприятия и обучаться полезным знаниям. Я бы попросил каждый день, чтобы мы благодарили Аллаха за то, что и в этом дне, что Аллах нам даёт возможность говорить про Ислам, обсудить, как развивать, думать. Потому что молодые не знают, говорят, в 37-м году это мечети, обычно же везде в мечетях же проходило обучение, таковых медресе не было. Вечером они урок завершили, ночной намаз сделали. Утром, когда на утренний намаз приходили, уже на мечетах висят замки. Неожиданно. Поэтому вот это утро мы не должны забывать. И каждый день, как будто заново родились, каждый человек, ну я призываю, конечно, чтобы мы благодарили Аллаха и как будто заново родился, чтобы он хорошо, не жалея себя, работал в деле распространения Ислама. Это очень важно. Духовный лидер также предостерёг от подлых людей, которые клевещут на истинных учёных, тем самым ввергая мусульман в заблуждение и неверие. «Некоторые, ну может быть, они и шайтани, облики человека, и близи, может, они, или же кто не знаю, они не говорят то, что они читают аят неправильный, они не говорят то, что они читают хадис неправильный, они говорят, эти алими плохие. Просто сомнения сеют их праведности. А я призываю вас, чтобы таким шайтанам вы не верили. Я говорю, у вас же голова есть. Что для тебя хорошо, что для тебя плохо, ты же должен знать». Мутаалим, который у меня учился, перешёл в ботлих, один медресе, и когда я видел ботлиха, он меня видел, он меня попросил, ну, где они учатся, вот эту комнату посещать. Я зашёл туда, и они мне говорят, вот, говорит, друг друга, говорит, исламские люди врождуют, плохо относятся, и, ну, было бы, говорит, хорошо объединиться. Ну, я говорю, если обычных мусульман обвинят неверие в Купру, как, говорю, с теми людьми дружить, связь держать? Потому что, если один человек называет другого кафером, один из них должен быть кафером, я говорю, или тот, кого назвали, или же тот, кто назвал. Потому что, я говорю, так бесследно это не уходит. Я говорю, ваховисты наших людей обвиняют неверие. Я говорю, мы верующие люди, мы всевышнего сотоварища тоже не даём, не придаём. А почему мы должны вот это терпеть и согласиться с этим? Ему это, мои слова понравились. И он говорит, вот, говорит, ты хорошо мыслишь, а в Кизлирте, говорит, здесь это Халах Ахмад. Он говорит, не так мыслит. Ты, говорит, хорошо мыслишь, а Халах Ахмад плохо мыслит. Он меня в жизни не видел. А меня обвиняют, что я вот такой человек. Вот, на каком основании мусульман делят, не знаю. Поэтому, прежде чем обвинять кого-то, хоть надо же спросить. Муфти также сказал о двойных стандартах представителей вагабизма, которые не к месту в качестве своих ложных убеждений, приводят цитаты из Корана и хадисов. Полу-вахабисты и вахабисты говорят же, просить помощи людей нельзя. Говорят же они так. И если будешь просить, ты в широк попадешь. Из-за саалта пасалиллях. Ва из-за стаанта пасалиллях. Так же они говорят. И мы говорим это, это достоверный хадис. Но когда их касается, это хадис, они забывают. 10-15 лет тому назад один полу-вахабист, пол-двенадцатого ночи мне звонит. Звонит и говорит в сеператорном заводе, ну, районе. Там, говорит, спецоперацию делают. А эти люди, которые внутри комнаты находятся, готовы сдаться, помоги, говорит им. Представляете? Я же человек. Человека же просить нельзя. Когда им нужно, можно просить. Вот так они вас обманывают, уважаемые молодежи. Когда они подсказывают такие вещи, я говорю, у вас же голова есть. Думайте. Шайтан тоже много чему учат людей. Не слушайте их. Шейх также перечислил некоторые духовные болезни общества. И в качестве эффективным лекарством от них является путь Тасауфа. Это помогает следовать шариату, в том числе приобретать добрые качества. Насчет воспитания детей. В этом, я думаю, в большинстве случаев мы стараемся винить другого. Например, жена может сказать, это сын, мальчик, он только отца слушается. Поэтому пусть отец отвечает. Отец может сказать, это девочка или же сын мамы случается, поэтому вот это тоже, когда мы вину перекладываем на других, это тоже плохо влияет на нас и на наше воспитание. Надо, особенно людям, которые придерживаются Тасауфа от Алигата, вину искать в самом себе. Мы же будем работать над улучшением нрава. А потихоньку, одновременно, весь Дагестан, чтобы стал через определенное время с самыми лучшими планами нрава по всей России. Я думаю, скоро наступит это время. Мероприятие приняли участие около 10 тысяч человек. Получить знания и окунуться в атмосферу душевного спокойствия пришли взрослые дети, люди разных слоев общества и сфер деятельности. После такого мазлица он может исправиться своей ошибкой и выйти на правильный путь. Не идти за смутой и выбрать себе правильный путь. В завершении мероприятия среди присутствующих провели жеребьевку и вручили пять путевок на Малыхач Умра. Хамсон Нурмагмедов, Ахмад Хан Абунивайсов, Мурад Бигбарсов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Женская сборная ДГПУ завоевала золотые медали на чемпионате России по рыбе на снегу в Казани. За победу в турнире состязались 12 команд. Дагестанские спортсменки поочередно обыграли команды Волгоградского госуниверситета, Казанского медуниверситета и Казанского национального исследовательского технического университета. В финале нашей регбистки были сильнее сборной Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Счет встречи 7-1. 2012 медали, из которых 716 золотых, добыли дагестанские спортсмены на соревнованиях различного уровня в 2023 году. Такие цифры были озвучены на заседании коллегии Минспорта Республики по итогам прошлого сезона. Говорили о значимых достижениях минувшего года и планах на текущий. Одна из самых приоритетных задач – подготовка и успешное выступление наших спортсменов на летней Олимпиаде в Париже. Полного понимания ясности нет насчет участия российских спортсменов на Олимпийских играх. Я не знаю, пока МОК еще конкретно какое решение примет. Они все затягивают и придумают всякие новые, наверное, препятствия для наших спортсменов, чтобы не допустить. А так, конечно, это традиционная борьба. Я думаю, бокс. Планируем в этом году шансы есть хорошие попадать и не только по вольной борьбе, и по греко-римской борьбе. Наши ребята могут попасть на Олимпийский. Среди приоритетов направлениями спорта было и остается развитие массового спорта. Эта работа позволила привлечь к занятиям физкультурой более полутора миллиона жителей республики, то есть 58% от общего населения в возрасте от 3 до 79 лет. Кроме того, одним из важных направлений в министерстве считают работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи. В завершение награды и ведомственные грамоты получили работники физкультуры и спорта, проявившие себя в 2023 году. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok